Чаще всего, когда мы говорим о спектруме, мы говорим о Великобритании, Испании, странах бывшего СССР или каких-то других европейских государствах. Но сегодня мы побеседуем о спектруме не в контексте Британии или Европы и даже не в контексте США, где спектрум тоже, скажем так, номинально присутствовал. Нет, мы ненадолго переместимся еще дальше, в Южную Америку и даже не в Бразилию, а еще немножечко дальше, в далекую страну под названием Уругвай. Да, где-то на другом краю земли, за много тысяч километров от привычного ореола обитания спека, тоже водились наши любимые затексы. Но как и что там было, какие спектрумы, какие игры, какие люди и какие события? Об этом мы с вами сейчас и поговорим. Вообще, Уругвай в какой-то мере, наверное, можно отнести к испанской спектрум-сцене, так как это испаноязычная страна, и ZX-инфополе Уругвая в какой-то степени было общее с инфополем берега кроликов. Самое главное, что нам нужно знать и понимать в этом отношении, это то, что ZX-спектрум был самым популярным домашним компьютером в Уругвая 80-х, и то, что Уругвай был единственной страной на Южноамериканском континенте, где спектрум был на первом месте по популярности. Из 10 проданных в Уругвая игр, 8 были играми именно для спека, и всего лишь 2 могли быть для Комодора или чего-то еще. И это еще при хорошем для Комодора раскладе. Естественно, проверить эти цифры мы не можем никак, но тем не менее. Эти данные получены от Уругвайца, который в 80-х держал магазин по продаже компьютерных игр, так что я думаю, с высокой долей вероятности это именно так и было. Тем более, что все его бывшие коллеги или, если угодно, конкуренты согласны с такими цифрами и такими раскладами. Сам же спектрум в плане железа в Уругвая в большинстве своем был представлен такими бразильскими спекоклонами, как ТК-90Х и ТК-95. Да, на Евразийском континенте или на Британских островах таких спектрумов не было, но вот если тот же Таймэкс у постсоветского спектрумиста еще более-менее на слуху, то вот с каким-то ТК-90Х или ТК-95 вообще все туго. Поэтому давайте поговорим о южноамериканских спектрум-клонах. Первонаперво следует понимать, что с ситуацией, которая была со спеками в СССР, Уругвай имел мало общего. Кроме, пожалуй, того, что те клоны, о которых мы говорим, тоже были абсолютно нелегальными и абсолютно неофициальными. Но ключевой тут, как я считаю, момент, это то, что эти клоны, да и спектрумы в целом, появились в домах уругвайцев и бразильцев и прочих латиноамериканцев более-менее вовремя, а не так, как у нас, когда во всем остальном мире спектрум уже был мало кому интересен. В общем, бразильские спекоклоны ТК-90Х и ТК-95 были неофициальными машинами, производимыми компанией Micro Digital Electronics, которая располагалась в городе Сан-Пауло в Бразилии. Micro Digital Electronics Limitada была основана в 1981 году братьями Джорджем и Томасом Кавари. Кстати, именно инициалы Томаса Кавари, то есть ТК, и содержатся в названиях всего модельного ряда этой компании. Но давайте ближе к делу. Вообще, спектрумы были не самыми первыми и не единственными компами Micro Digital Electronics. До спеков они выпускали аналоги более ранних не спектрум-совместимых компов Cera Clive, таких как ZX-80 и ZX-81. Клон ZX-80 назывался ТК-80, а клонов же ZX-81 было несколько вариантов, и причем более поздние из них уже выглядели совсем как 48-килобайтные спектрумы, и даже имели соответствующие клавиатуры, которые, конечно же, тоже не являлись образцом удобства и комфорта, но, тем не менее, были сильно лучше пленочной клавиатуры первых Синклеровских компов. Но настоящий успех к Micro Digital пришел именно с появлением спектрума. И мы, в принципе, говорим об этой бразильской компании только потому, что ее спекоклоны были очень распространенными машинами, и, наверное, можно сказать, являлись главными, хотя и не единственными спеками на территории Уругвая. Обе этих машины были клонами 48-го спектрума. ТК-90X внешне был схож с Синклеровской резинкой, имел аналогичную клавиатуру, но все же выглядел, как по мне, несколько более солидно, чем оригинал. Ну а ТК-95 и вовсе был намного более похож на Комодор Плюс 4, чем на Спектрум. Тем не менее, внутри это все-таки был спек. Хотя о том, что там было во внутрянке этих бразильских спеков, давайте поговорим несколько более детально. Начну, наверное, с того, что платы ТК-90X и ТК-95 были практически идентичны. Вернее, даже не так. В компах ТК-95 просто стояли платы от ТК-90X, о чем на них, собственно говоря, и написано черным по белому. Вернее, белым по зеленому. И похоже на то, что у Microdigital был излишек плат от 90X, и новую модель своего спекоклона они решили выпустить, используя старые платы. Так что да, ТК-90X и ТК-95 внешне сильно разные, но внутри почти одинаковы. Почти. Есть нюансы с ПЗУ и УЛОЙ, но об этом немного позже. Некоторые экземпляры ТК-90X имели на борту официальную Синклеровскую микросхему ULA. Откуда они брали эти чипы, фиг его знает. Ходят слухи, что у португальского отделения Таймэкса, но опять же, это только слухи. А вот что известно вполне определенно, так это то, что первые линейки клонов ZX-81 от Microdigital совершенно точно имели на борту УЛАшки, которые таки поставлял Таймэкс. Я не знаю нюансов, но в принципе, насколько я понимаю, продавать УЛУ на сторону было, конечно же, строжайше запрещено. Тем не менее, юридические аспекты не были попраны полностью. Во всяком случае, в Бразилии и клоны там с оригинальной УЛОй продавать было нельзя. Ну а позже, путем реверс-инжиниринга, Microdigital разработали свою собственную УЛУ и начали продавать клоны Синклеровских машин уже и у себя на родине тоже. Кстати, один из разработчиков УЛЫ от Microdigital был уругвайцем, поэтому, наверное, можно сказать, что в каком-то смысле компы от Microdigital были и немножечко уругвайскими. Ну а на уровне же, скажем так, использования, клоны ТК отличались от первых оригиналов тем, что на них изначально имелся порт для джойстика и звук бипера был выведен на RF-выход и подавался на телевизор, в то время как на ранних Синклеровских компах звук исходил только из динамика на самом компьютере. Да, его можно было взять из микрозъема и вывести на отдельные колонки, как я всегда и делаю, но изначально с оригинальной резинки звук на телевизор не выводился. Джойстик к оригиналу тоже нужно было подключать через специальные интерфейсы. Короче, клоны ТК были в этих аспектах явно несколько удобнее. Оригинальная Синклеровская прошивка в компах ТК-90Х была несколько изменена. Проект по работе над ПЗУ назывался Rainbow, то бишь Радуга, и в рамках данного проекта на португальский язык были переведены сообщения об ошибках, а в Basic были добавлены дополнительные команды, такие как Trace, UDG и редактор пользовательской графики. Естественно, это все привело к чему? Правильно, к проблемам совместимости с оригиналом. В частности, проблемы эти появились у программ, которые как-то были завязаны на работе с ПЗУ, и примерно процентов 10-15 игр по этой причине или не работали вовсе, или работали некорректно. Данный фактор, в свою очередь, привел к тому, что в Бразилии, Уругвая и Аргентине буйным цветом расцвел рынок хацкеров, которые патчили оригинальные игры, чтобы те нормально работали на компах от MicroDigital. Ну, а следующая модель спекоклона от данной компании, которая называлась ТК-95, и, как я уже говорил, внешне больше напоминала Commodore, чем Spectrum. Так вот, в ТК-95 проблемы с совместимостью были решены практически полностью. Также MicroDigital анонсировали свой собственный вариант микродрайва, но так его и не выпустили. Хотя, невелика, как говорится, потеря. Еще, кстати, в последние годы Spectrum небольшие бразильские компании клонировали бета-диск интерфейс и пытались внедрить в латиноамериканскую ZX-движуху любимый нами TR-DOSIC. Но дело это не срослось, просто по той причине, что в то время рынок уже начал переходить на другие, более интересные машины. Короче, дела обстояли как-то так, и бразильские клоны ТК-90Х и ТК-95 были самыми популярными спеками на территории Уругвая. Как я уже упоминал выше, Spectrum и прочие Sinclair совместимые компы от компании MicroDigital Electronica были неофициальными, не лицензионными и не были благословлены сэром Клайвом. И даже более того, сэр Клайв Синклер судился с MicroDigital, обвиняя их в незаконном клонировании ZX-81 и в мае 1986 года, когда Синклер уже продал свой компьютерный бизнес Амстраду, бразильский суд признал таки факт плагиата и незаконного копирования компов сэра Клайва. Однако позднее была подана апелляция и адвокат MicroDigital сумел доказать, что оригинальный ZX-81 и его бразильский, скажем так, вариант имеют серьезные внутренние отличия и, короче, это вовсе никакой не плагиат и не копия. Это спасло MicroDigital и они продолжили безнаказанно клепать свои клоны. Потрясающе, конечно. Кстати, спустя 10 лет этот случай даже попал в книгу по респонденции, выпущенную в университете Майами, в которой данный пример был взят для демонстрации работы бразильского правосудия. Но давайте вернемся непосредственно к теме видео. Как же все-таки обстояли дела с Синклеровским и ZX-совместимым железом в Уругвайе в общем? Началось все в начале 80-х. Точного года я не знаю, да, пожалуй, и не суть. Достаточно лишь сказать, что какого-то ощутимого и серьезного временного лага, как это было в случае с СССР, уругвайским спектрумистам в силу исторических причин удалось избежать, и они юзали все это добрище, когда оно еще было довольно-таки актуальным. Оригинальные компы Сэра Клайва появились в Уругвайе, начиная с ZX-81, и распространялись они компанией Maiko, которая была официальным представителем Sinclair Research на территории Уругвая, куда, как я уже и сказал, оригинальное Синклеровское железо поставлялось, начиная с ZX-81 и заканчивая, собственно, амстрадовскими моделями спека, включая и плюс-3. В общем, с покупкой фирменных машин проблем там не наблюдалось. Ну и кроме оригиналов и клонов от Micro Digital, на граничащих с аргентиной территорией попадались и аргентинские спеки от компании Servani Computers. Так вот, основное и фундаментальное отличие этих спеков от их бразильских собратьев состояло в том, что спека-клоны с названием Servani были вполне себе официальными. И по факту это были всем известные спеки от Timex, которые собирались в Аргентине и получали там некий ребрендинг. У них там был целый модельный ряд таких спеков, но особо заострять на этом всем внимании мы, пожалуй, не будем, так как спектрумы от Servani Computers в Уругвайе были распространены мало и соревноваться в популярности с оригиналами, и уж тем более с клонами ТК они не могли никак. Наверное, еще следует заметить, что все эти латиноамериканские клоны, о которых мы сегодня говорим, это были именно 48К спеки. А из 128-килобайтных моделей уругвайцам, да и в принципе всем остальным жителям Южной Америки, были доступны только оригинальные машины. Ну а резюмируя тему именно самих спектрум совместимых компьютеров, судя по всему, можно сказать, что кроме вышеперечисленных моделей в Уругвайе ничего и не было. Свои спектрумы они не производили в принципе. Да, я понимаю, что для спектрумиста с постсоветских территорий, где практически в каждом городе клепали какие-то затексы, это может звучать несколько дико, но вот как-то так. Тем не менее, кое-какое любопытное спектрумовское железо в Уругвайе так и делалось. Была, например, такая компания, как Hi-Lo, которая выпускала всякие девайсы для спектрума. Самым распространенным из них, пожалуй, была штука под названием Барбонегро или же Черная Борода. Устройство это по своей сути являлось копировщиком. То есть оно было предназначено для копирования спектрумовских игр, но также оно давало возможность просмотра графики загруженной игрушки, что в свою очередь позволяло Игорьку нарисовать карту Гомеса, если это требовалось. А на спектруме, как вы знаете, рисовать карты это святое, и без карт к большинству игр можно даже и не приближаться. Кстати, вот небезызвестный испанский журнал Микрохобби использовал именно уругвайскую черную бороду для создания игровых карт, которые они публиковали у себя на страницах. Еще из подобного плана девайсов в Уругвай выпускалась такая штука, как Ramjet. Это устройство было выброшено на рынок в октябре 88-го по цене в 45 долларов, и оно позволяло создавать турбокопии игр, загрузка которых занимала всего лишь до полутора минут. Это было очень удобно и позволяло сохранить на 60-минутную кассету довольно-таки много игр, но был небольшой нюанс. Чтобы все это работало и загружалось, Ramjet должен был быть подключенным к спеку. Еще к интересным функциям этого устройства можно было отнести то, что Ramjet позволял изменять заставочные арты, вставлять в них свои логотипы, всякие надписи и так далее. Ну а тексты а-ля таблицы Highscore тоже можно было изменять и вписывать туда что душе угодно. Все это можно было делать безо всякого стороннего ПО, только лишь при помощи инструментов, которые были вшиты в сам Ramjet. Но все-таки главной функцией девайса была именно возможность турбированного копирования, а все остальное это было лишь бонусом. Разработали и производили данное устройство трое спектрумистов. Это были Aldo и Хавьер Филиппини, которые отвечали за софтверную часть и Габриэль Перес, который занимался железной составляющей всего этого дела. Но вернемся к компании High Low. У них еще была штука, которая называлась High Low Data Drive и изготавливалась она из Data Drive от компьютера Калека Адам. Был когда-то такой компьютер. Так вот, по своей сути это было такое как бы промежуточное решение между флоппи-диском и микродрайвом. Устройство позволяло грузить данные с кассет сильно быстрее, чем это было изначально и в принципе оперировать с данными на кассете через Data Drive было намного-намного комфортнее, чем это было в случае с обычным магнитофоном. На экране отображался список всего имеющегося на ленте. Ты просто выбирал курсорными клавишами то, что тебе нужно и грузил программы безо всяких ручных поисков и клацания магнитофонных кнопок. Круто короче. Ну а что же касается скорости загрузки, то точных цифр у меня нет, но вот например Batman для 48 килобайт загружался менее чем за минуту. Как-то так. Все это конечно безумно интересно, но на мой взгляд компания Highlow привнесла свой вклад в развитие спектрума не столько железом, которое таки не вышло за пределы местных рынков, но и кое-чем более глобальным и более пожалуй значимым. Дело в том, что спустя какое-то время Highlow перепрофилировались, обозвали себя Ironbite и выпустили несколько игр, а точнее три. Первую из них знают все и одновременно с этим все ее сильно не любят. Это печальная известная гомеса Freddy Hardest в Южном Манхэттене. Сильно неудачная на мой взгляд продолжение повествования о похождениях чувака с внушительной челюстью. Первая игра о Фредди, которая была спродюсирована компанией Динамик и в свою очередь состояла из двух частей, записанных на разных сторонах кассеты, она была великолепна. А вот с игрой от Ironbite все не так просто. Уругвайцы решили сделать битэмап, повествующий о приключениях Фредди и результат вышел, мягко говоря, спорным. Игрушка получила стильную монохромную графику, все хорошо шевелится, но вот играбельность, мягко говоря, несколько страдает. Тем не менее, Фредди Хардест в Южном Манхэттене это игра довольно-таки известная, игра разработанная в Уругвайе и изданная компанией Динамик. Хотя тут нужно понимать, что наверное львиной долей известности игра от Ironbite обязана, конечно же, своему названию. Ведь именно потому, что это был старина Фредди и все знали крутую первую игру, уругвайское изделие было довольно распространенным. У меня, например, в 90-х эта игра была. Я помню это совершенно точно, но точно так же я помню, что она оставляла после себя удручающее впечатление и особо я в нее не залипал. Вторая уругвайская игра, о которой мы сегодня вспомним, не первый раз появляется на моем канале. Я уже говорил о ней в видео о компании Динамик, так как она, как и Фредди Хардест в Южном Манхэттене была издана испанским гигантом и так же, как и Фредди, она была разработана в Уругвайе компанией Ironbite. Игрушка называется Narcopolis. Вышла она не только на Spec, но и на Amigo и на всякие другие компы, но нас, конечно же, как всегда интересует именно Spectrum-овская версия. Так вот, игра вышла в 90-м году, что делает ее одной из самых поздних игр периода официальной жизни Spectrum-а. Насчет этой игры я не могу сказать ничего однозначного, но выглядит она, как по мне, впечатляюще. Хотя вот все рейтинги и оценки говорят о том, что с ней тоже далеко не все гладко и играбельность, судя по всему, опять же, несколько страдает. Тем не менее, вот только посмотрите на это и вспомните о том, что это, мать его, Spectrum. Ну и третья игра от Iron Byte это Buggy Ranger. Как по мне, она выглядит довольно-таки солидно, но и сложность в этой игре тоже довольно солидная. И это еще и мягко говоря, очень мягко. Игра вышла в 90-м году и, как и Narcopolis, она была издана компанией Dynamic. Еще была такая уругвайская игрушка, как Dangerous Kiss или Опасный Поцелуй, которая чем-то сильно напомнила мне небезызвестный Frostbite. Хотя, в принципе, игр подобного плана на спектруме очень и очень много. В общем, игра Dangerous Kiss была разработана в 88-м году в Уругвайе и издана компанией CIHC. Как, вы ничего не слышали о компании CIHC? На самом деле, ничего удивительного, так как эта компания, кроме игры Dangerous Kiss, ничего похоже больше и не издавала. Из примечательного в этой игрушке можно отметить то, что здесь имеется два вида прыжков. Длинный и короткий. Ну и основная изюминка игры состоит в том, что главный герой у нас тут это губы. Я, например, больше не могу вспомнить платформеров, где мне бы приходилось играть за губы. Выглядит все это и шевелится довольно-таки сносно, но когда запускаешь игру, то сразу обращает на себя внимание тот факт, что жизней по дефолту нам дается не 3, не 5 и даже не 9. В начале игры нам дается целых 50 жизней и это как бы намекает, что будет жесткая жесть. И так оно и есть. Сложность тут просто мрак. Игра о приключениях темного рыцаря изданная в Ругвайе называется Batman The Puy Edition и на самом деле создана она была британским разработчиком Родриго Феррейра единолично. Тем не менее, как-то так получилось, что издали ее именно уругвайцы, а точнее компания Microhouse. Что, опять ничего не слышали об этом издателе? Честно говоря, я тоже. Да, это и неудивительно, так как и в предыдущем случае эта компания издала только одну ту игру, которую мы сейчас обсуждаем. Ну, а что я могу сказать о самой игрушке? Да, ничего особенного, честно говоря. Очень типичная для спектрума изометрия, а в такие игры я в принципе игрок не особый. Ночи Ажитада или Неспокойная Ночь это одна из тех замороченных спектрумовских игр, насчет которых можно сказать очень интересно, но ни хрена не понятно. Хотя на самом деле, может, испаноязычным и понятно, но мне, не владеющему испанским, играть в это достаточно проблемно. По факту, Ночи Ажитада это графическая адвенчура, что-то примерно наподобие Эндикапа. Разработана и издана в Уругвайе компанией Трилок Софтвэя, которая, опять же, судя по всему, издала лишь только эту единственную игру. Какая-то у них там прям беда была с издателями, жили они в Уругвайе вообще недолго. И в принципе, из игр это, пожалуй, и все. Да, не густо, но имеем, что имеем. Разве что, могу добавить в копилку уругвайского софта образовательную программу под названием Атлас или о софте, то расскажу, пожалуй, и об одной любопытной штуке, которая была разработана не в самом Уругвайе, но, тем не менее, там она была довольно-таки популярна. Хотя, наверное, даже не среди общей публики, а именно в среде всяких хакеров, домашних, всяких пиратов и так далее. В общем, в среде продвинутых, скажем так, юзеров. Программа эта называлась Интермега. Она была разработана аргентинским спектрумистом Хосе Альберто Сантиланом и позволяла копировать спектрумовские игры с помощью популярных компов семейства MSX. Преимущество такого хитрого маневра состояло в том, что у MSX первой модели могло быть 64 килобайта оперативки, а не 48, как это было на спектруме. Поэтому большинство спековских игрей можно было закидывать целиком в оперативу MSX, и таким образом беспроблемно их копировать на кассеты. Также если игра была большая, имела много уровней и подгрузки, то с помощью утилиты Интермега ее можно было выгрузить на дискету MSX, а оттуда уже копировать на кассеты. В таком варианте Интермега сама находила необходимые блоки на диске и размещала их на кассету в правильном порядке. И даже более того, автоматически стартовала и останавливала магнитофон MSX. Короче, полная автоматика и самое то, что нужно для копирования спектрумовских игр. И очевидно, что данной утилитой очень активно пользовались многие пиратские ZX студии Уругвая, а других там в принципе и не было. Дело в том, что вплоть до 2000-х годов в Уругвайе не было никакого законодательства касательно копирайтов, авторских прав и всего такого. Так что пиратство цвело буйным цветом и точно так же, как у нас, преступлением не считалось от слова совсем. И оригинальные кассеты на рынке Уругвая в принципе найти было практически невозможно. Хотя вот вышеупомянутая компания Micro Digital на запуске своего клона от AK-90 завозила в Латинскую Америку некоторое количество лицензионных кассет от Динамик. Но это была капля в море и в Уругвайе очень редко кто видел и уж тем более держал в руках оригинальные кассетки. В общем, пиратство было масштабным и часто было поставлено на широкую ногу. Если вы смотрели мое видео истории длинного города, то вы наверное помните, как там студия Атософт разрисовывала кассетные инлей вручную и при помощи пульверизатора. Так вот, в Уругвайе такие вопросы решались иногда скажем так более глобально. К примеру, уругвайский спектрумист Ричард Согарай, который помогал мне в создании данного видео и за что ему конечно же огромное спасибо. Так вот, Ричард Согарай в 80-х держал магазин, торгующий спектрумовскими кассетами и для того, чтобы печатать кассетные инлей он организовал себе такую вот печать с логотипом своего магазина, на которой изображен чувак в виде джойстика, пьющий местный алкогольный напиток. Ну а вообще для печати полиграфии он имел такую вот без преувеличения адскую машину. Даже смотреть страшно. Кстати, вот этот вот очевидно знакомый уже вам спектрумовский от мозга до костей дом тоже принадлежит Ричарду Согараю. Магазин Ричарда назывался Джоан Софт, а позже был переименован в Альфа Софт. Игры с его логотипом довольно часто можно встретить в интернетах. Но, конечно же, он был далеко не единственным и студий-магазинов софта в Ругвайе было много. Так что давайте обозначим хотя бы крупнейших из них. Итак, это вышеупомянутый Ричард Согарай со своим Альфа Софт, компания ТК Софт, довольно знаковая история, о которой, однако, мы поговорим несколько позже. Далее мы вспомним сразу четыре названия. Это All Micros, M&J Soft, Micro House и Intermega. Мы называем эти четыре лейбла в одной связке, потому что все они принадлежали братьям Хуану и Марио Абреу, которые просто открывали свои магазины под разными вывесками. Еще мы вспомним магазин CompuShop. Micromania это был обычный локальный уругвайский магазин софта с неудачным неймингом, так как его название повторяет название известного спектрумовского издателя и испанского журнала. И закончим наш список крупнейших магазинов студий конторой Hugosoft или RealTime, так как в разное время они назывались по-разному. Здесь нужно еще понимать, что лишь некоторые из вышеперечисленных и не только уругвайских контор имели в наличии какую-то готовую кассетную продукцию, которую можно было прийти и купить. А в основном же это работало несколько не так, как у нас. Покупатель приходил в магазин, выбирал игры по каталогу, делал предварительный заказ и ждал, пока его вожделенная кассета с игрушками будет готова. Ну и наверное следует обозначить тот факт, что похоже львиная доля уругвайских пиратов начинали свой путь, записывая и продавая кассеты прямо у себя дома, а затем уже с течением времени открывали магазины в отдельных помещениях, что как бы косвенно свидетельствует о прибыльности такого бизнеса. В общем, пиратство в Уругвайе имело очень серьезные масштабы, но что же в основном они копировали? Были ли уругвайские игровые предпочтения идентичны тем, что были на родине спектрума? На самом деле не совсем. В плане игр, по моему ощущению, Уругвай скорее представлял из себя нечто среднее между Британией и постсоветским пространством. То бишь там были очень популярны дизики, порты с аркадных автоматов и всякие другие поздние спектрумовские игры, но в отличие от СССР уругвайцы могли похвастать например и большой любовью к текстовым квестам, чего в нашем случае особо прям не наблюдалось. Да и всякие жецетвили и прочие хоросы были у уругвайцев в несколько большем почете, чем у нас. Ну ладно, что мы все в конце концов о биграх да о биграх. Давайте поговорим о литературе. Спектрумовская литература Уругвая была представлена только одним единственным более-менее серьезным и объемным изданием, которое называлось Мундо Де Ла Компутацион и публиковалась компанией Инженерия Де Система с официальным импортером клонов ТК в Уругвайе. Всего было выпущено лишь около 10 выпусков данного журнала и судя по всему все они вышли в 88 году. Так вот Мундо Де Ла Компутацион в основном состоял из описания популярных игр, карт, секретов, читов, ну и так как у издателя журнала ноги росли из компании Микро Диджитал, то вполне естественно, что на страницах Мундо Де Ла Компутацион присутствовало немалое количество рекламы спека-клонов ТК К слову, компания Инженерия Де Системас, которая была официальным представителем Микро Диджитал в Уругвайе и которая выпускала обсуждаемый нами журнал, занималась не только выпуском данной печатной продукции и распространением спека-клонов, но также и копировала игры и производила спектрумовские кассеты. В целом, цепочка выглядела так. Неофициальный производитель спектрумов компания Микро Диджитал создает своего официального представителя в Уругвайе компанию Инженерия Де Системас. А Инженерия Де Системас в свою очередь создают фирму ТК-Софт, которая открывает свой магазин в столице Уругвая в городе Монте-Видео, где и продает кассеты для спека-клонов компании Микро Диджитал. Кроме продажи кассет, при магазине ТК-Софт существовал клуб, где можно было брать кассеты на прокат. И именно из этого клуба и начали свою деятельность многие уругвайские пираты. Они брали игры на прокат, копировали их и продавали свои кассеты, таким образом постепенно развивая свой бизнес. Но вернемся к литературе. Кроме выше обсуждаемого журнала, из печатной продукции в Уругвайе 80-х также выпускался и компьютерный информационный бюлетень, который издавал довольно известный и, к сожалению, ныне покойный уругвайский спектрумист итальянского происхождения Корса Сера. Но кроме нескольких сканов, информации об этом печатном бюлетне практически никакой не осталось. Кроме этого, кстати, Корса Сера также выпускал и свою информационную спектрумовскую страничку, которую распространял, конечно же, на кассетках. Вообще, Корса Сера был знаковым человеком, который сыграл важную роль в мире спектрума и компьютеризации Уругвая в целом. Родился он в Италии, но несколько раз менял страну проживания, пока в конце концов не прибыл в Уругвай и не осел там в маленьком провинциальном городке Нуэва Эльвесия, где и провел остаток своих дней. Корса Сера был одним из первых, кто начал копировать и распространять спектрумовское ПО, заниматься поставкой компьютеров и обучать уругвайцев компьютерной грамотности. Он брал свой компьютер, ездил с ним по селам и обучал сельских детей Бейсику. В общем, уникальная в своем роде личность. Ладно, литературу мы с вами обсудили, теперь можно поговорить и о демосценушке. Хотя, наверное, это будет самый короткий разговор о демосцене в принципе, так как демосцены в Уругвайе не было. Хотя вот, честно говоря, то же самое можно сказать и о спектрумовской музыке и о затыксортах. Все эти виды искусства отсутствуют в уругвайском мире спектрума практически полностью. И да, конечно же, затыкснаследие этой далекой южноамериканской страны по масштабу нельзя сравнивать с тем, что мы имеем в данном плане в Британии, Испании или странах бывшего СССР, но, тем не менее, спектрум в Уругвая был и имел свою собственную особенную историю и своих героев. А так как затыкс-история Уругвая в наших краях практически неизвестна, то я решил снять для вас это видео и рассказать о том, как же жил наш с вами любимый спектрум на другом конце земного шара. До скорого! И по сложившейся уже старой доброй традиции в конце видео я хочу поблагодарить тех людей, которые дают мне возможность снимать. Особенную благодарность я сегодня хочу выразить Андрею Угольнику, каналу Пьяная Муха, ссылка в описании. Снауту 81, Анатолию Мережаному, Александру Бережному, компании Таон Электроникс, Игорю Соколу, Живе Беларусь, Александру Ляшуку, Басисту Акселю, Александру Шабаршину, Крейзи Энимал, Анноун Фильмейкеру, Юджину Труневу, Василию Селиванову, Василию Харужику, Маше и Сереге, АДФ, Арту, Сергею, Сайберу, Алексею Ярышко, Виктору, Соли по вкусу, Шишоиду, Задонатил, Полтеру, Джедаю, Лапулену, Игорю Овчинникову, Доброму Деду, Алексу, Жмуру, Джорджу Тбилискому, Файрфлексу, Алексу Зорру, Клевому каналу Сатфинстав, ссылка в описании. И всем тем крутым и сексуальным парням, чьи имена и ники вы сейчас видите на своих экранах. Спасибо вам, друзья, за поддержку моего канала и за то, что даете мне возможность снимать видео о Спектруме. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok